Живее, а то в школу опоздаем! Чё-чё, а как ты думаешь, как будем гипс разрезать? Ну что тогда, приступаем? Ярик, помоги, где тебе было, что мы к ней? Ой, давай! Держи. Ага. Не ага, а спасибо. Ну что тогда, спасибо? Пожалуйста. Достал уже со своим гипсом. Ярик, разреши мне, пожалуйста, пугови. Гош, ты чё? Я тебе не шеверяю. Иди к Соне или к маме. Позже мне брать. Пойду к Соне, скажу. Достал уже со своим гипсом. Ничего сделать не может. Соня, пришей пуговицу. Здравствуйте, ваша Настя. А вас стучаться не учили? А ты что, не видишь? Эта рука занята, а тут гипс. Я стекло могу разбить. Ну пришей, Соня, пуговицу. Ладно, давай. Достал уже со своим гипсом. Ну я пойду. А спасибо. Какое спасибо? Ты ещё пуговицу не пришла. Вот пришлёшь, будет спасибо. Достал он уже с этим гипсом. Когда я его ему уже сниму? Кто там опять без стука ломится? Да я, это я. Я ещё пуговицу не пришила. Когда сделаю, позову. До свидания. Соня, а получишь мне ещё рубашку? А зачем тогда я пуговицу пришиваю? Ну потому что оторвалась. И поэтому ты её пришиваешь. А это получишь. Достал. Что тебе ещё? Мячик, накачай. Во-первых, где слово «пожалуйста»? А во-вторых, зачем тебе мячик с поломанной рукой? Во-первых, «пожалуйста». А во-вторых, где ты видел мячик с поломанной рукой? Гош, да ты меня неправильно понял. Зачем тебе с поломанной рукой этот мячик? Да всё я понял. Это я просто так шучу. А мячик я хочу, чтобы ноги тренировать. У меня ж всё-таки не нога поломана, а рука. Ладно, Гоша. Достал. Не готова ещё, Гоша, отстань. Соня, это я, Ярик. Может, к тебе? А, Ярик, ну проходи. Ты чё с мячиком? В футбол мне решил предложить поиграть? Так мне вон ещё пуговицу Гошу пришивать и рубашку утюжить. Я смотрю, Гоша тоже тебя озадачил немного. Да доставь от Гоши, когда ему же гипс снимут? Не говори, Соня. У меня уже тоже терпение на исходе. Принеси, подай, надень. Сил уже моих нету. А мне пуговицу пришей, рубашку поутюжь, но я всё равно одену другую рубашку. Капец. Когда ему уже должны этот гипс снять? Ну, я гипс носила три недели. Когда-то он руку сломал. Пятого числа сломал руку. Ну, всё понятно. Уже три недели прошло. Раз уже прошло три недели, то пускай сам себе мячик качает. И рубашки пускай сам себе утюжит. Соня, а что я придумал? Жди меня здесь. У, Ярик, ты чё? Чё, чё? А как ты думаешь, как будем гипс разрезать? Слышь, Ярик, тебе после такого снятия гипса папа гипс на голову наденет. Так что ты тогда предлагаешь? Ярик, иди клади болгарку на место. У меня есть отличный план, как сделать всё по-тихому. По-тихому? Ну, ладно, как скажешь. А ты ещё не подписался? А ну, быстро подписывайся. И лайк ставь. Ну что, Соня, давай рассказывай свой план. Подожди, это ещё не всё. Я надеюсь, ты всё понял? Ага. Начинаем поздно ночью. Смотри, не усни. Хорошо. И ты тоже. Спокойной ночи, Ярик. Спокойной ночи, Гоша. Добрых снов. Ярик, помоги мне накрыться. Мне холодно. Недолго мне осталось выполнять твоё приказание. Ладно, сейчас накрою. Так, хорошо? Да, отлично. А где тогда спасибо, Георгий? Ой, ну спасибо. Спокойной ночи. Ага. Спокойной. Ярик, ты спишь? Нет, конечно. Тебя же с нетерпением. Ну что тогда? Приступаем. Ярик, он точно спит? Да, он спит. Давай, Соня, исполняем наш план. Подсвечивай мне, я буду снимать гимс. Дело сделано, Ярик. Уходим. Ну что, Ярик, пока всё идёт по плану. Пойдём спать, а завтра он не сможет нами управлять. Пока. Пока. Ярик, намажь мне щётку. Сейчас я приду в ванну. Ярик, я не понял, щётку намажь. И Соня, скажи, чтобы она принесла мою рубашку, которую поутюжила. Гоша, а ты ничего не перепутал? Вообще, что ли? Соня, неси рубашку. Соня, вставай, кино начинается. Гоша проснулся и сразу с командами. Кажется, только уснула, а уже вставать. Но сегодня день обещает быть интересным. Уже кричит. Намажь мне щётку, приезжай рубашку. Ничего нового. Ну что, ждём его здесь? Да, походу уже идёт. Я не понял, почему не сделано то, что я вас просил? А я не понял, что это мы должны выполнять твои просьбы? Да-да, Гоша, ты реально оборзел. Я не понял. Мама с папой сказали, чтобы вы мне во всём помогали. Живее, а то в школу опоздаем. А чего это мы должны тебе помогать? Я не поняла. Потому что у меня гипс. Вот-вот, Гоша, у нас твой гипс. Поэтому делай всё сам. Да-да, вот и закончилась твоя борзота. Как? Как вы это сделали? Операция пришла без сучка. И задорики. Так что, халяве конец. А вы, ребята, были на канале Масики. Подписывайтесь. Ставьте лайки. У меня много-много лайков. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И инстаграм. Ссылочка в описании. Всем пока-пока. А у меня теперь три руки. Заходите. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok